сегодня будет снова такой себе мини-влог в этот раз я буду готовить лазанью она у меня точнее уже готовится уже здесь мой фарш на сковородке Вадим где-то там в зале убирает пылесосик поэтому наверное будет шумно скоро к нам приедут родители сегодня 23 февраля и мы просто будем с ними сидеть просто даже не в честь праздника так собраться на лазанью у меня здесь две порезанные луковицы мелкими кубиками три зубчика чеснока одна потертая морковка здесь где-то пол килограмма фарша и буду это все прожаривать вместе делать такую вот сочную начинку для лазанью и потом вот здесь у меня еще томатная паста потом в конце буду еще томатную пасту добавлять чтобы получился такой как томатный красный соус масла кости у нас уже идут нужно теперь сделать соус бешамель для этого нужно взять одинаковую часть масла сливочного и одинаковую часть муки и это все прожарить такую как крошку затем у вас будет скажем так вот мокрая мука готова и затем можно вообще-то муки нужно немного там где-то так как две столовые ложки максимум и потом это все заливается стаканом молочка проваривается скажем так прожаривается чтобы была однородная консистенция и в конце просто засыпаем немного сыра и нас наш соус бешамель он будет идти самое основание чтобы не было никаких сухих слоев вот так что сейчас буду этим заниматься теперь когда у нас все ингредиенты готовы мы будем укладывать и делать нашу лазанью обязательно должна быть фольга чтобы потом это все закрыть перед тем как поставить в духовку форма сама для лазанью лучше выбирать какую-то квадратную или прямоугольную в этот раз я достала старую форму но даже лучше чем-то простелить либо использовать одноразовые чтобы ничего не прилипало самый первый слой который у нас идет это именно соус бешамель сыром который мы сделали чтобы тоже нижний слой получился сочным и вкусным и мы заливаем полностью так формочку чтобы было хорошо промазано теперь укладываем наши листья лазаньи нужно их уложить равномерно один возле второго и те кусочки которые у вас одинаково не получаются потому что конечно же как вы видите сами листья небольшие нужно именно надломать листочки и уложить все аккуратно лучше чтобы одна на другую не ложилась иначе это продлит их приготовление и скорее всего останутся какие-то более хрустящие неприготовленные кусочки здесь видно как я попыталась уложить все чтобы она все закрывалась и теперь мы можем наш первый слой фарша мясного вообще я до этого не сказала но вы можете делать лазанью абсолютно так как захотите она может быть просто овощная может быть с морепродуктами может быть любым мясом в общем это тут уже как ваши предпочтения у меня получилось просто классическая с мясным фаршем но можете экспериментировать как захотите и тоже пытаемся равномерно разложить фарш вдоль всей формы и таким образом мы будем и формировать нашу лазанью просто слой за слоем будем укладывать и таких слоев минимально должно быть где-то 3 вы можете делать больше в зависимости от вашей формы и конечно же в зависимости от ингредиентов которые у вас есть также очень вкусно получается если в какой-то из слоев тоже с мясом добавить еще сыра и можно еще соуса бешамель тогда просто лазанья получится сочнее от этого она хуже точно не станет и самый верхний слой это тоже соус бешамель плюс вы уже укрываете полностью хорошо сыром можете еще присыпать сверху прованскими травами можете тоже использовать несколько видов сыра и затем обязательно нужно накрыть это все фольгой и поставить в разогретую духовку на 200-220 градусов на 40 минут Время пришло Время пришло Аккуратненько наверх встать Время пришло Красота 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 С такой вот котячей мордочкой Я их, честно, еще не мерила. Получается, они идут по типу, как такие себе чулочки. Наверху они прозрачные, а где-то вот, начиная немного выше колена, начинается вот эта вот мордочка котенка, и вниз они идут черные. Буду пробовать, потому что я очень люблю весной, опять же, вылезать из штанов, одевать какие-то платья, какие-то юбки, какие-то шорты, веселые колготки. Это тоже мне поднимает настроение.